Дорогие друзья, добро пожаловать в будущее! Я предлагаю вам прямо сейчас осознать этот момент о том, что вообще-то мы с вами живем в будущем. В том самом будущем, которое фантасты, писатели-фантасты XX века нередко представляли, описывали в своих книгах, пытались предсказать, прогнозировать. И такие вещи, как видеофон, который сейчас называется Skype, стал нам доступен. Такие вещи, как полеты в космос и Международная космическая станция, вот, можно наблюдать ее на слайде, стала для нас реальностью. И многие-многие другие вещи, которые всегда были для людей только мечтами, сейчас воплотились. И сегодня я предлагаю вам поговорить о романе Станислава Лема «Солярис», который был написан, точнее вышел в свет в 1961 году, в год первого полета человека в космос. Один из других фантастов Рэй Брэдбери, которому посчастливилось дожить до наших дней, который не так давно умер, очень удивлялся. Он смотрел на это будущее, в котором он тоже оказался, то будущее, которое он не раз описывал в своих повестях и рассказах. И, в общем-то, был недоволен человечеством, потому что, по его мнению, человечество упустило свою попытку, свою возможность действительно познать космос. И, по его мнению, человечество было ориентировано не туда. Есть отрывок из его интервью, который очень любят цитировать, о том, что, в общем-то, человечество променяло великий и прекрасный космос на пиво, сериалы, айфоны и другие средства употребления. И я спросила себя, а почему же это произошло? Почему великая мечта о космосе обернулась веком потребительских технологий? И, как мне кажется, роман Лема Солярис дает ответ на этот вопрос? Давайте немножко вспомним сюжет. Вообще, кто читал роман Солярис? Поднимите руки, пожалуйста. Хорошо. Ну, для остальных я немножко расскажу ситуацию. Идея Лема заключается в том, что люди, наконец-то, нашли внеземной разум. Но он выглядит очень-очень-очень странно. Фактически, люди открыли планету, которая населена только одним единственным жителем. И этот житель — это живой океан. Огромный океан из биоорганической массы, такой слизистый, довольно-таки неприятный на человеческий взгляд, который явно проявляет какую-то деятельность. И, как все время в романе идет обсуждение, является ли он разумным или нет. То есть ставится вопрос в его разуме. Но он абсолютно явно живой. И действие романа происходит на космической станции, похожей на МКС, которая как раз на антигравитационных технологиях, висит над океаном, далеко-далеко от Земли. И мы попадаем вместе с главным героем Крисом на эту станцию к моменту заката соляристики, которая насчитывает более 150 лет. Много-много было написано трудов на эту тему, много проведено экспериментов. Огромная библиотека есть на эту тему. Но вот никак не получалось у человечества создать, выстроить контакт с этим океаном. И поэтому собственно соляристика находится в кризисе. Вот Крис Кельвин отправляется на космическую станцию. И там сейчас живут только три человека, помимо него. Собственно, что происходит в романе? О чем говорит нам роман? Его, конечно, неоднократно интерпретировали. Много раз. И, в частности, есть замечательная экранизация Тарковского. Собственно, вот то произведение «Музыкальная Баха», которое я ставила вначале, оно является саундтреком. И есть множество интерпретаций, также написанных философским языком. Об этом много говорили. Я отвечаю с помощью интерпретации этого романа на вопрос, почему же человечество отказалось от мечты, от космоса, таким образом. Потому что человеку не интересно ничего больше, кроме человека. То есть человек направлен исключительно на себя. Ему нельзя делать до того, что там происходит в космосе. Ему хочется познавать себя, делать мир комфортным для себя. И, собственно, человек зациклен на себе. И в романе это очень хорошо видно. Давайте посмотрим на главного героя. Вообще-то он классический, что называется, эгоцентрик. То есть эгоцентризм – это психологическое определенное свойство, которое вообще-то проявляется у детей в основном. И в нормальном случае к 12 годам оно должно уже поослабнуть. Но вот иногда оно остается со взрослыми. Это невозможность поставить себя на место другого. То есть если ребенка спрашивают, что ты видишь, вот как я сейчас стою, я вижу зал. Если на моем месте будет эгоцентрик, и его спросить, что видит, например, Андрей Иванович, он точно так же скажет, что он, скорее всего, видит вот этот зал. То есть он просто не может психологически поставить себя на место другого человека. И такое свойство человечества, как эгоцентризм, формирует еще один момент, еще одно свойство человеческого сознания. Это называется солипсический синдром. Кто знает, что такое солипсизм? Поднимите, пожалуйста, руки. Влад, что такое солипсизм? Солипсизм – это такая первозренческая, философская установка, которая исходит из той идеи, что есть истина, которая только я, как объект могу доецелевать. Больше нигде источников личных, кроме моей собственной существования. Строго говоря, Влад прав. Представьте себе, что в этом зале, кроме вас, никого нет. Все, что сейчас происходит, находится просто в вашем сознании. Вы вообще можете быть мозгом в пробирке, на которой случайными импульсами воздействуют, и вот вы это все видите. И солипсизм – это вообще философское направление, которое утверждает, что мы, как минимум, не можем проверить, есть ли окружающий мир или нет. И в идеале его вообще нет. И когда я говорю о том, что герой Лема, в частности главный герой Крис, является эгоцентриком и является солипсистом, я, конечно, не имею в виду, что он такой философ и что он это все осознает. Но есть такое понятие в психологии, как солипсический синдром, я уже сказала, который связан именно с особенностями восприятия. То есть люди, у которых есть этот синдром, они не способны понять другого, они не способны допустить другого в свой мир, воспринять его. И здесь мы говорим о другом, в философском смысле, о другом с большой буквы. То есть человек, который не допускает инаковость, человек, который зациклен на себе. Как это видно в романе? Роман начинается с момента, когда Крис отправляется в космическом корабле на Солярис. И там есть такой интересный эпизод, когда он спрашивает, а когда взлет? Ему говорят, Крис, ты уже летишь. Ну, то есть, представьте себе, человек летит далеко-далеко от Земли на другую планету, и он не заметил момент взлета. То есть о чем он вообще думал? Где витали его мысли в этот момент? Ну, может быть, Лем хотел подчеркнуть этим, что стало довольно привычным, да, путешествие на другие планеты, но мне кажется, даже когда вы садитесь в поезд, вы замечаете момент, когда он трогается. То есть этот человек явно находится очень глубоко в себе. Он потом не замечает точно так же момента, когда он приблизился к планете Солярис. Каким-то образом умудряется это проспать. И что же происходит с ним дальше? Дело в том, что на космическом корабле, на этой станции начинается какая-то, ну, можно сказать, чертовщина. То есть выясняется, что к каждому из живущих там людей, следователей, приходят так называемые гости. То есть происходит некоторая материализация. То есть мы подошли уже, собственно, к теме материализации мысли. Для каждого из жителей станции воплощается в совершеннейшем человеческом облике какое-то его воспоминание, какой-то образ его мысли. Для Криса это оказывается его покончившая жизнь самоубийством жена Харри, которая сделал это очень давно, и он до сих пор винит в этом себя. То есть фактически мы видим, что прилетая на станцию, Крис материализует каким-то образом часть своей души. Он совершенно явно делает это неосознанно, и при разговоре с другими участниками экспедиции он выясняет, что, в общем-то, эти гости, как они их называют, появляются благодаря Солярису, благодаря разумному океану. Поскольку я занимаюсь исследованиями магического мышления, образов магии в литературе, мне стало интересно, вот в Солярисе нет ни одного упоминания слова магия, но тем не менее то, что там происходит, это чистой воды магия. То есть человек материализует некий образ своего сознания, который до этого не существовал в реальности, с помощью каких-то иных сил, в данном случае это силы океана. И я подумала, что-то мне это очень сильно напоминает, и может быть многие из вас знают и слышали, очень такой любопытный феномен сейчас есть у нас в культуре, теория транссерфинга сознания, транссерфинга реальности, прошу прощения. Кто-нибудь слышал про это? Да. В общем-то, это очень похоже. То есть некий Вадим Зеланд написал серию таких псевдонаучных книг, которые утверждают, что если очень громко думать одну мысль, то она вот воплотится. Вот как у Криса, он очень сильно любил свою жену, очень мучился совестью, что она погибла, и она воплотилась в материальном. И здесь нет только одного, в общем-то, для того, чтобы это было полноценной магией, как ее понимали, в общем-то, древние племена, и как она вообще представлена в этнографии в классическом виде. Здесь нет ритуала, нет традиции, нет того сложного комплекса действий, который нужно сделать, чтобы эта магия воплотилась. То есть есть такой концепт Михаила Эпштейна «бедная религия». Вот я бы по сравнению назвала бы эту магию, вот эту вот материализацию мысли «бедной магией». То есть это магия, в которой полностью исключена необходимость другого. Ну, в принципе, это очень хорошо сочетается с аллепсической концепцией. Если кроме вас никого нет, все это в вашей голове, то теоретически вы довольно легко можете всем этим управлять. И вам для этого не нужен ни учитель, ни традиции, ни инициация, ни ритуалы, ни нудная зубрежка каких-то там заклинаний. Даже в Хогвартс не надо ехать. Просто очень громко думать эту мысль. Но тут вообще-то происходит одна очень интересная загвоздка. То есть человек гордый, свободный, самостоятельный человек приходит в этот мир и хочет им управлять. Хочет использовать для этого науку. Где наука не помогает, он готов использовать для этого магию. Но он не может управлять даже самим собой. Он не способен контролировать свое сознание. Он не знает, чего он хочет. Он не знает, что у него происходит, ладно, в теле, даже в голове. То есть он не контролирует части своего сознания и подсознания. И это очень хорошо мы наблюдаем в мысленном эксперименте, который поставил Станислав Лем. То есть, насколько я понимаю, там нет довольно подробного описания других гостей, помимо гостя Харри. Но там очень хорошо дается понять, что эти гости им очень неприятны. Что они задевают какие-то очень неприятные струны их души. И, в общем-то, воплотилось самое кошмарное, что у них было в голове. Что касается самого Харри, то он вроде и рад этой Харри, хотя первую версию он отправляет на орбиту Солярис в перепугу. Просто запихивает ее в ракету и нажимает пуск, просто чтобы избавиться от нее. Но ко второй Харри он начинает относиться уже более трепетно. В конце концов, даже влюбляется в нее. Но здесь суть очень понятна. То есть человек, который хочет обладать космосом, который не признает совершенно возможность влияния на него другого, тем не менее, не может управлять даже самим собой. Что еще можно сказать о солипсизме этих героев? То есть, в общем-то, если посмотреть, то солипсичен там не один Крис. Все жители станции Солярис, они своих гостей не считают за равноценных существ. Они вообще не дают им права на существование. То есть, если Крис еще как-то более-менее смиряется с тем, что Харри реально живая, она действительно чувствует что-то, чувствует боль, способна мыслить, способна общаться с другими людьми, то все остальные члены экипажа, они считают, что это просто их сознание, вынесенное вовне. То есть, они не придают ему никакого значения, никакого статуса другого. И вместо того, чтобы попытаться каким-то образом это принять, принять инаковость собственного сознания, то, что в собственном сознании есть что-то чужое, неприятное, отталкивающее, но это никуда нельзя деть. Они пытаются это уничтожить. Они пытаются свалить вину на океан. Они пытаются свалить вину, собственно, на этих гостей. Что здесь происходит? В чем проявляется это? Во-первых, в солипсизмах проявляется в том, что они интерпретируют поступки океана так, как будто он был человеком. То есть, представьте себе, огромная планета, огромная биологическая консистенция, даже непонятная, как огромная разросшаяся клетка. И на ее поверхности происходят очень странные флуктуации. Там симметричные, асимметричные, красивые, уродливые. Но для членов экипажа, которые вообще-то ученые, вообще-то очень много летали в космос, и как раз, можно сказать, лучшие представители человечества, для них все эти попытки океана как-то проявиться, в том числе и в виде гостей, интерпретируются исключительно по-человечески. То есть, там есть гипотеза, что океан пытается им отомстить, что океан пытается их каким-то образом фрустрировать, что он пытается их уничтожить, поскольку в итоге один из членов экипажа, гебарян, оканчивается жизненным убийством, не выдержав всего этого дела. И все эти интерпретации океана, они очень человеческие. То есть, никто из них даже допустить не может по началу идеи, что у океана могут быть какие-то совершенно непонятные нам мотивы. То есть, вот эта идея другого, которую мы не можем понять, она не допускается. То же самое происходит на примере гостей. То есть, гости чем вообще ужасны? Что здесь самого страшного? Есть такое исследование научное, которое было недавно проведено. Называется синдром жуткой ямы или ужасной долины. Может быть, кто-нибудь слышал. Оно утверждает, что по статистике, когда исследуют восприятие людей, самым страшным, самым отталкивающим являются вещи, которые очень сильно похожи на человека. Вот чуть-чуть отличаются. То есть, какие-то моменты, например, очень тонко сделанные под человека-андроида роботы вызывают очень сильный ужас. Потом к этому относятся образы зомби. Почему на этом спекулируют, да, фильмы ужасов? К этому относятся образы трупов. То есть, вроде бы, это человек, но он не живой, он не такой, как обычно. И вот как раз гости, они попадают для героев в эту жуткую яму. То есть, представьте себе, это ваша бывшая жена, да, с точки зрения главного героя. Она очень похожа, точь-в-точь. В ней абсолютно все такое, как было у Харри, которая погибла. Вплоть до того, что она находится в том же платье. И что ужасного, да, обнаруживает главный герой? Он обнаруживает, что у нее совершенно идеальные поверхности пяток. Такие, как будто она на них не ходит. То есть, пятки совершенно неогрубевшие. Вот вроде бы такая мелочь, но именно от этой мелочи у героя выступает пот. Потому что, ну, это показывает, насколько она нереальна. Насколько она одновременно является реальной. Вот ее можно потрогать, понюхать, обнять. И нереальной. То же самое относится к ее платью. Совершенно жуткая сцена, когда герой пытается снять платье со своей жены и обнаруживает, что на нем нет молнии. Оно сплошное. То есть, она никак не могла его надеть. Это мелочь, которая, опять-таки, является причиной того, что герой испытывает ужас. И ужас не перед другим, а именно ужас перед отражением себя. То есть, все, что видят герои Соляриса, является для них ужасным не потому, что они сталкиваются с чем-то инаковым, а потому что они сталкиваются с отражением себя. Сначала океан достает какие-то обрывки их воспоминаний и контакт выглядит, как контакт человека с самим собой, со своим прошлым или со своим подсознанием. А потом, соответственно, эти гости, они начинают постепенно материализовываться. Как это происходит? Что мы знаем о Харе? Харе живет вместе с Крисом несколько дней. И за это время она становится все более человеческой, все более очеловечивается, оживает. То есть, если сначала она была просто сгустком воспоминаний, не могла вспомнить о себе ничего, не знала, откуда она, кто она, потом постепенно она восстановила в памяти какие-то подробности, которые упочерпнула в памяти у Криса, и со временем она обретает самосознание. В конце концов, она задается вопросом, кто я. И в конце концов, она понимает, что она не человек. И как итог, она оканчивает жизнь самоубийством, ну, здесь можно сказать второй раз, но некорректно, потому что это же была не та первая Харе, которая покончила жизнь самоубийством, это была ее копия. И вообще в романе есть два ключевых момента, связанных с самоубийством. Первый я уже называла, первое связано с самоубийством Гебаряна, которое происходит прямо за несколько часов до прилета Криса на станцию. Это его старый товарищ, профессиональный солярист. И я задалась вопросом, почему Гебарян покончил жизнь самоубийством. То есть из его записок следовало, что сначала он хотел уничтожить океан, поскольку океан раз за разом повторял гостей, то есть их пытались уничтожить, убить, они регенерировали, их отправляли на орбиту, они появлялись снова. И поскольку эти гости все время давят на больную мозоль, на совесть, на неприятные воспоминания, то естественно у членов экипажа возникло желание уничтожить океан. Хотя казалось бы, человек только искал разум в космосе, нашел и теперь собирается его уничтожить. Но Гебарян совершает самоубийство, потому что он совершает открытие. Он понимает, что проблема не в океане, а проблема в нем самом. То есть по сути он осознает свой собственный солипсизм, свою собственную замкнутость от другого. Невозможен контакт с океаном до тех пор, пока человек не сможет разобраться с самим собой. То есть там есть тоже такой момент интересный, когда описывается, Лем очень много этому посвящает времени, описываются споры соляристов. То есть целые концепции, гипотезы, конфликты интерпретации, что это за океан, как. И есть такой комический момент, когда кто-то из героев спрашивает, как вы хотите договориться с океаном, выйти на контакт с иным разумом, если вы не можете договориться между собой. Гебарян понимает, что если даже он, вопреки всем конвенциям, направит антиматерию на океан, уничтожит его, то, что показал ему океан, свое отражение, никуда не денется. То есть человек осознает, что его жизнь это ад, что он не хочет в ней существовать, и что никто другой посторонний в этом не виноват, и оканчивает жизнь самоубийством. Хария. Она тоже оканчивает жизнь самоубийством. Сначала гости, которые попадают на станцию соляризис, являются бессмертными. То есть у них восстанавливается кровь, если ее в пробирке кислотой пытались растворить. Если Хария поранилась, она тут же регенерировала. Один раз она попыталась выпить жидкий кислород, и через какое-то время опять воскресло. То есть это тоже тот момент из жуткой ямы, бессмертность существа, которая вызывает ужас. Но в конце концов герои пытаются как-то дальше налаживать отношения с океаном, и они придумывают посылать туда пучок жесткого излучения, снятый с энцефалограммы Криса. То есть как-то еще стимулировать контакт. То есть если океан считал какую-то часть, может быть, из подсознания, то надо попробовать его остальной частью договориться с ним, послать ему еще сигналы. И в какой-то момент гости перестают появляться. И именно в этот момент Хария за спиной у Криса договаривается с его товарищами о том, чтобы они ее аннигилировали. То есть это уже осознанный шаг. Она осознает все последствия. Она обманывает Криса, подсыпает ему снотворное в сок. И когда она утром просыпается, он обнаруживает, что ее нет. Чем же это самоубийство коренным образом отличается от самоубийства Гебаряна? Оно по сути своей совершенно противоположно. Это как раз самоубийство, которое позволяет Хария стать человеком. То есть если Гебарян совершает самоубийство для того, чтобы перестать быть человеком, вырваться из человеческого бытия, то Хария совершает самоубийство для того, чтобы очеловечиться. Потому что к этому моменту она фактически представляет собой уже не копию, не какой-то там кадавр, созданный с помощью этой такой простой бедной магии. Она представляет собой нечто совершенно живое, индивидуальное. И это для Крыса становится максимально ужасным, потому что он уже успевает эту Харри полюбить. Она, знаете, совершила такой поступок, может быть, кто-то читал рассказ Рея Брэдбери, называется «Двухсотлетний человек». Там описывается история, как один робот захотел стать человеком. И на протяжении двухсот лет технологии улучшались, роботу меняли запчасти на биологические, и в итоге к концу этого срока практически ничего не отличало его от человека. У него все было белковое, была пищеварительная система, все вот эти вещи были, присутствовали. И он попросил Международный конгресс, чтобы его признали человеком. Ему отказали по такому аргументу, он не смертный. И тогда он попросил своих механиков, чтобы они поставили ему программу смертности. После чего он умер, и его признали человеком. Вот как это ни парадоксально, да, то есть один и тот же акт самоубийства, но для Геббаряна он становится отказом от человеческой природы, а для Харя он становится принятием человеческой природы. После этого копирование прекращается. И здесь я бы хотела вас подвести к очень важному моменту развлечения двух концептов, поскольку я таки занимаюсь образами магии. Это концепт магии, о котором мы уже говорили, и концепт чуда. То есть фактически в конце Соляриса происходит чудо. Что я имею в виду? Появляется живая полноценная Хари, появляется человек. То есть если магия способна нам давать только копии, она может делать кадавров, как это было у Стругацких, она может делать зомби, как древняя магия Вуду, она может делать какие-то големов, например. То есть какие-то подобия человека, вроде бы живые, но на самом деле они являются неживыми. То есть фактически это опять порождение нашего ума. В некотором роде это опять подкормка нашего эгоцентризма, нашего солипсизма. Что то, что мы производим, оно неживое. Нет ничего, кроме нас. И чудо, в отличие от магии, работает с единичными моментами. То есть если магия это систематическое изменение мира, пусть даже вопреки законам науки, то чудо это единичное изменение мира вопреки законам науки. И часто рождение человека называют чудом. Именно потому, что появляется некая индивидуальность, которую невозможно повторить, некий оригинал. И вот парадокс в том, что через самоубийство Хари становится таким оригиналом. Возникает чудо человеческого рождения. Вот в такой вот странной форме. И после того, как погибает Хари, Крис оказывается перед выбором. Что же ему делать? То ли ему писать рапорт о том, что контакт невозможен, и сворачивать работу Соляриса и возвращаться на Землю. То ли оставаться здесь, в бесплотной надежде, что может быть в голове Криса теперь что-нибудь так устроится, что океан поймет его, что он хочет вернуть Хари, и он снова получит Хари. Но ведь на самом деле, даже если океан еще раз тиражирует Хари, это будет уже не та Хари, потому что это будет снова копия. И здесь происходит очень важный момент, допускание Крисом в свой мир другого через чудо. То есть когда он осознает, наконец-то, что даже Хари, который не является человеком, и который может иметь свою собственную волю, на которую он никак не может повлиять, которая благодаря своему поступку, да, человечилась для него, он понимает, что возможен контакт с океаном, потому что он, наконец-то, видит в нем другого, а не самого себя, и не собственное отражение. И, может быть, насколько да, вы знаете, что сам концепт чуда, он происходит из религиозного дискурса, и изначально субъектом, который осуществляет чудо, является Бог. Именно в этот момент внутри романа появляется идея так называемого ущербного бога или бога-ребенка, который что-то творит, что-то делает, но не ведает, что. То есть как только в романе появляется чудо, сразу у героев возникает попытка интерпретировать объекта, субъекта творения этого чуда как бога. Одна из интерпретаций романа. И в итоге Крис остается на станции для того, чтобы налаживать контакт дальше. Потому что произошел вот этот прорыв между двумя мирами. И это можно было бы объяснить по-другому, что поскольку все-таки, да, океан облучали энцефалограммы Криса, может быть, океан наконец-то что-то понял. Но на самом деле я думаю, что все-таки в первую очередь следует направить прожектор на человеческое сознание. Потому что, ну, мы не можем понять океан, раз уж мы не смогли понять Солериса за 150 лет. Но мы можем сказать наверняка, что в мире человека через чудо происходит прорыв в мир другого. И появляется возможность диалога. На этом я бы хотела завершить свою лекцию. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.